Добрый день дорогие друзья, меня зовут Анатолий и вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы как инсульт. Слово инсульту это латинское слово, которое означает скакать, прыгать и это говорит о давлении внутри черепного, внутри мозгового давления. И очень часто это заболевание поражает людей, причем все чаще в молодом возрасте. И по летальным исходам, по смертности это заболевание стоит после инфаркта на втором месте. И заболевание это означает нарушение мозгового кровообращения и в 80% это инфаркт головного мозга, а в 20% оставшихся это кровоизлияние головного мозга. И прежде всего есть духовные причины к инсультам или инсульта, и они связаны со стрессами, перенапряжениями и попытками решать трудно решаемые или нерешаемые явления или проблемы в жизни человека. И есть физические причины этой болезни, и я бы их разделил на 6 групп. Первая группа это грыжи и хондроз шейного отдела позвоночника. И когда нарушается иннервация головного мозга, когда плохое идет поступление крови, импульсов в головной мозг, то тогда, конечно же, происходят негативные изменения в самом нашем головном мозге. Вторая группа причин это различного рода травмы головы. И не обязательно они могут быть свежими, это может быть травмы более молодого возраста. Третья группа это прием лекарственных средств, в частности аспирина длительное время, что создает проницаемость сосудов, то есть утончаются, истощаются эти стеночки сосудов, и создается благоприятная среда для того, чтобы произошел инсульт. Следующая группа это изменение стенки сосудов головного мозга вследствие определенных причин, таких как неправильное питание или патология питания. И наши стенки сосудов, они становятся склеротическими, то есть пляшки покрывают их, холестериновые, и затем эластичность стенок сосудов нарушается, что создает условия для образования тромбов. Затем, малое количество кислорода поглощения человеком, за счет того, что его легкие тоже поражены, это не обязательно у курильщиков, нет, просто легкие могут быть маленького объема, что не создает достаточного притока кислорода в тело и в частности в мозг. Затем, в этой же группе недостаток воды. Недостаток воды, это значит, у человека обменные процессы, которые происходят, протекают у нас на кислороде и на воде, они снижены. И происходит засорение организма, и в частности головного мозга. И оттока оттуда, скажем так, процессов обмена не происходит в должной мере. И поэтому воду необходимо пить чистую, мягкую, от 6 до 8 примерно стаканов в день, и лучше всего капельным методом, то есть регулярно, каждые полчаса. Затем, есть группа печи, которые можно назвать чрезмерные физические нагрузки. То есть, несообразно своему возрасту, человек нагружает себя либо в спортивном зале, либо на работе, либо дома у себя. И это тоже создает давление высокое в головной мозг, что тоже может привести к инсультам. И теперь мы говорим о профилактике. Прежде всего, это духовное направление. Профилактика инсультов – это посты регулярные и молитвы. И что же, вы спросите, это даст человеку, да, вот это духовное, значит, действие, как посты и молитвы. Через посты человек очищает внутреннюю среду своего тела, сердца, разума, души, и происходит успокоение. Молитвы точно так же – это общение с Богом. И когда Бог прикасается Духом Святым к человеку, Он утешает его, Он исправляет его, Он направляет человека по правильной духовной дороге, что тоже приносит человеку исцеление. Это на самом деле исцеление, Божья милость в жизни человека. Второе – это перевернутые позы. Это когда вы делаете стойку на голове или стойку на лопатках, но не тогда, когда у вас уже возникают, скажем так, болезненные состояния головного мозга. Нет, а профилактика начинается задолго до этого. И желательно находиться в этих позах регулярно, каждый день, по одной минуте в среднем для человека. Затем, дыхательное упражнение. Обильно накачивая нашу кровь кислородом, обогащая ее кислородом, вы создаете оздоровительное мероприятие для каждого органа нашего тела, в том числе и для головного мозга. Затем, контрастный душ. Сжимаясь, расширяясь, наши сосуды тренируются. Это очень важно для них. Затем, упражнение на равновесие. Прединсультное состояние очень легко проверяется. Расставив руки в стороны, с открытыми глазами, вы сгибаете одну ногу, приподнимаете ее. Если человек 20 секунд не может устоять в этом равновесии, вы можете с точностью гарантировать, что у него прединсультное состояние. Нарушение равновесия – один из самых важных показателей. прединсультного состояния. Поэтому тренировка равновесия, как с закрытыми глазами, равновесие в разных положениях, так и с открытыми глазами, более продолжительное время, скажем, до одной минуты, необходимо выполнять каждый день. И обычные аэробные нагрузки, такие как плавание, такие как быстрая ходьба, медленный бег, езда на велосипеде, танцы, игры – это очень хорошая профилактика для того, чтобы у человека не произошел инсульт. Просуждайте на эту тему, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Продолжение следует...